Друзья мои, привет! Вы на канале Анны Галич. В прошлом видео я показывала, как приготовить очень просто и быстро классический бисквит, который точно получится и никогда не опадет. А сегодня мы приготовим начинку и сметанный крем, который получится у каждой хозяйки, потому что он очень простой и быстрый. И, конечно же, безумно вкусный. В сухой сотейник я отправила сахар и к нему добавляю крахмал. Не важно, кукурузный или картофельный. Текстура будет немного отличаться, но все равно отлично все желируется. Также отправляю фрукты. У меня сегодня ананасы, манго и папайя в замороженном виде, но вы можете использовать любые другие, которые вам нравятся. Если фрукты у вас слишком кислые, то добавьте сахара. Кстати, рецептура и количество ингредиентов указаны в описании под этим видео. Заходите, смотрите. А ссылка на рецепт классического бисквита будет в закрепленном комментарии под этим видео. Если ваши ягоды или фрукты слишком сухие и не дают сок, то добавьте немного воды, буквально 30 грамм на эту раскладку. Хорошенько перемешиваем фрукты с сахаром и пектином и доводим до кипения, периодически помешивая. Варим в течение 1 минуты. Все делаем на среднем огне. Вот такая достаточно густая консистенция должна получиться. Теперь я беру классический бисквит, напоминаю выпечку и разрезание его на коржи. Я показывала в прошлом видео, ссылка будет в закрепленном комментарии. Обязательно зайдите, посмотрите. Пропитываю обычной водой, потому что мои дети не очень любят сладкое. Делаю это при помощи обычной столовой ложки. В тот момент, когда начинаю лить воду из ложки, я сразу двигаюсь без остановок и второй раз в это же место не возвращаюсь. Наша фруктовая прослойка еще горячая, это не страшно. С бисквитом ничего не случится, главное не соединять горячие прослойки с кремом. Именно поэтому я наношу сразу же прослойку на бисквит. Отступаю от края примерно сантиметра полтора, для того, чтобы ягоды или фрукты не вылезали из торта. Намазываю на коржи и убираю в холодильник до остывания. Пока начинка остывает, займусь приготовлением крема. Так как крем довольно жидкий, сборку буду производить в форме. У меня сегодня это кастрюля, вы можете взять разъемную форму или любую другую. К сметане отправляю сахар и ставлю взбиваться на максимальной мощности миксера. Беру питьевую воду комнатной температуры и добавляю в нее желатин. Я использую порошковый. Вы можете использовать листовой, как вам удобно. Замачиваю порошковый желатин на 5 минут. Посмотрите, какой густой гель образуется в итоге. И перед введением в холодную основу нам нужно его подготовить. Распускаю в микроволновке на максимальной мощности в течение примерно 10 секунд. Не перегревайте желатин выше 60 градусов, иначе его желирующие свойства немного ухудшатся. Полностью не пропадут, то есть можно использовать, но будет схватывать чуть меньше, чуть хуже. Если я теплую, концентрированную желатиновую массу введу в холодные сливки или сметану, то есть большая вероятность, что желатин схватится и будет сгустками находиться в нашем креме. И все придется переделывать. Чтобы этого не произошло, я отделяю небольшое количество холодного крема в желатин, тщательно перемешиваю, тем самым уменьшаю концентрацию желатина и температуру желатиновой массы. Затем на средних оборотах миксера ввожу его в крем. Взбиваю хорошенько, буквально полминуты, затем на середине процесса останавливаю и силиконовой лопаткой снимаю со стенок и со дна крем, потому что там могут быть непромешанные ингредиенты. И снова взбиваю в течение 1 минуты. После взбивания обязательно провожу тест. Беру тарелочку, капаю на нее небольшое количество крема и отправляю в холодильник. Я должна точно знать, насколько качественно я все приготовила, насколько хороший желатин и все ли у меня получится. Действительно ли будет стабильный и хороший крем? Действительно ли торт доедет, достоит и будет ли он стабильным? Прямо из чаши миксера наливаю крем на фруктовую прослойку. Разделяю крем на 2 прослойки. Очень просто, 2 прослойки делю пополам визуально, но когда работаю на заказ, то обязательно собираю торты через весы. То есть строго взвешиваю каждую прослойку для того, чтобы у меня, во-первых, крема хватило на все торты, которые планировалось собрать, а во-вторых, чтобы разрезы были красивые и торты вкусные. Верхний корж переворачиваю пропиткой вниз и хорошенечко утапливаю в муссе. Выравниваю поверхность и отправляю торт в холодильник на 5-7 часов до стабилизации желатина. После того, как желатин стабилизировался, я переношу торт на подложку. Очень желательно приклеить его при помощи какого-нибудь плотного крема, вроде крема ганаш. Рецепты уже есть на моем канале, заходите, смотрите. Я не люблю, когда верхушка становится низом, поэтому торт всегда переворачиваю. Вот то, что было внизу, то внизу и останется. Посмотрите, какой стабильный торт получился. И мы когда с детьми его ели, я тестовый кусочек оставила достаточно надолго, на 2 часа в тепле, и он не потек. Очень классный крем, рекомендую, вкусный домашний тортик. И очень простой. Кстати, себестоимость этого украшенного торта вместе с 12 украшенными капкейками с начинкой вышла 4 евро. Вот так. Умножайте на рублей, считайте и готовьте своим домашним не только вкусные, но и выгодные торты. А как сделать такое украшение из белково-заварного крема, я покажу в следующем видео. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых мастер-классах и рецептах. Если вам понравился этот видео-рецепт, пожалуйста, поделитесь им с друзьями в своих социальных сетях, в группах Телеграме или Ватсапе. Это очень поможет продвижению моего канала.